канадцы черствые канадцы лицемерные канадцы думают только о деньгах и о бизнесе канадцы не умеют дружить канадцы не любят детей все это мы с вами слышали неоднократно но сегодня друзья я хочу с вами поделиться своим опытом общения с канадцами и почему за 15 лет в канаде я так и не смог понять канадский менталитет первая вещь о которой я хочу сказать это доверие что здесь я имею ввиду вот на днях мне доставили доставку amazon привезли посылку довольно большая коробка поставили ее под дверью и вот простояла она так под дверью с утра до самого вечера в общем дома никого не было а посылка как было так и осталось конечно в неблагополучных районах проделать такое было бы опрометчиво потому что скорее всего этой посылки не стала но по большому счету если вы живете в нормальном благополучном районе вы можете спокойно рассчитывать на то что к вам никто не ворвется вас никто не ограбит ваши посылки будут в целости и сохранности то же самое касается и покупки через доску объявлений например в канаде очень распространен marketplace на фейсбуке где люди обмениваются товарами покупают продают люди приезжают привозят деньги или ты приезжаешь к ним забираешь какой-то товар и платишь ему в принципе вот это все здесь принято так делать в отличие от других стран где это казалось быть странным когда мы идем в магазин сейчас я вижу все меньше и меньше кассиров которые работают в этом магазине то есть если вам нужно купить продукты скорее всего вы пойдете в кассу самообслуживания потому что этих касс очень много ну а кассиров намного меньше может быть одна линия две линии и все и все больше магазина вот переходит именно на кассу самообслуживания например пять или шесть к стоят там и один человек просто смотрит наблюдает и вот как-то я каждый раз когда провожу думаю может быть я вот что-то не то провела через этот пикающий аппарат может быть я где-то ошибся мне как-то неудобно но на самом деле мало кто на это обращает внимание конечно хотя кражи естественно есть есть люди недобросовестные канадцы которые используют вот такое вот положение вещей такое доверие последнее время очень много канадцев более настороженно относятся ко всем вещам потому что действительно очень много обмана и мошенников сотни различных с кем которыми они пользуются присылают сообщение на телефон звонят представляясь нам работниками с банка опять же звонят представлять работниками с налоговой службы но что только нету там просто список не заканчивается две неотъемлемые части канадского менталитета это хоккей и рестораны быстрого питания но именно один ресторан быстрого питания о котором здесь нужно сказать он называется тим хортом каждый второй ребенок в канаде мечтает стать знаменитым хоккеистом канадском хоккее знают во всем мире очень умный канадец и бывший хоккеист ровно 60 лет назад открыл небольшой ресторанчик быстрого питания в городе гамильтон который назывался тим хортонс донатс кто мог подумать что из этого маленького ресторана разрастется империя которая сейчас является самой крупной франшизой быстрого питания во всей канаде цифры здесь просто невероятные потому что эта франшиза обошла и сабвей и макдоналдс и сейчас эта компания владеет пятью с половиной тысячу точек в 13 странах мира а годовой оборот компании тим хортонс составляет 7 миллиардов долларов и честно говоря не могу никак понять канадцев когда я вижу там в 7 утра уже выстраивается очередь в этот тим хортонс заказывать себе кофе заказывать себе донат и вот эти пончики и многие канадцы действительно каждый день каждое утро иногда каждый вечер заказывать себе вот эти пончики там еще есть бейглы кофе обязательно ну вот это такая традиция канадская которую я честно говоря не понимаю что касается налоговой системы здесь также по большому счету опять же все построено на доверии либо вы работаете на себя либо в найм процесс подачи декларации он похож люди подают налоговый отчет и уже после этого налоговый отчет рассматривается сиарой это налоговая канады конечно существует аудиты и вы можете подвергнуться проверки и такое довольно часто случается обычно если люди зарабатывают какие-то большие деньги 200 300 500 тысяч долларов в год корпорации также проверяются довольно часто но в принципе если вы обычный человек подаете налоги каждый год без каких-либо проблем и обычно бухгалтер это делает для вас если у вас нет никаких проблем с налоговой то и проверять в принципе вас не буду следующий пункт о котором я хочу сказать это отношение между людьми здесь также канадцы очень сильно отличаются от нас и нашей психологии ну потому что я как помню в совке например вот если ты мой друг то ради меня ты должен быть готов на все в любое время дня и ночи ты должен подорваться если я позвоню мне какая-то проблема там приехать помочь и ну просто горой встать за друзей здесь психология канадская немного различается для канадцев дружба прежде всего это приятное времяпровождение но опять же это мое личное мнение моим наблюдения самое главное для канадцев это семья и семейные ценности собраться семьей посидеть поговорить добраться всей семьей нам на праздники вот это очень принято на christmas на thanksgiving до день благодарения они тоже собираются вот это да но что касается каких-то самопожертвований этого я особо не вижу и честно вам скажу друзья за 15 лет своей жизни в канаде я так и не обрел канадских друзей я имею ввиду тех людей которые родились здесь в основном круг общения состоит из иммигрантов например там выходцы из стран бывшего союза они общаются между собой индусы там с индусами китайцы с китайцами и вот в моей даже сфере профессиональной и моя база клиента в основном состоит из русскоязычных и то же самое вот китайцы например они всегда себе возьмут китайского риэлтора индусы риэлторы из своей среды то есть вот здесь это очень сильно обозначена в канаде и вот в этом плане менталитет конечно отличается следующий пункт о котором нужно сказать и отличие канадского менталитета это отношение к деньгам и к бизнесу то что касается денег здесь конечно все неоднозначно прямо скажем например когда я приехал в канаду мне было как-то странно что многие канадцы здесь занимаются инвестициями многие канадцы думают как отложить на пенсию заботиться о своем будущем вот по мне так как мы привыкли это вот жить одним днем тратить все что зарабатываем жить от зарплаты до зарплаты вот так это было принято на постсоветском пространстве здесь это немножко по-другому здесь уже дети вот когда подрастают подростки вот у меня например сын ему 18 лет уже задумывается о том что ему сделать там со своими накоплениями сбережениями обращается ко мне папа как лучше разместить свои активы немалочисленные вот то есть ну задумываются о деньгах о своем будущем о бизнесе да то есть работа в найм конечно распространена до сих пор в канаде но и бизнес также очень сильно распространен здесь у многих канадцев существует семейный бизнес и поколениями не работают в одном и том же деле передают его по наследству так сказать молодежь задумывается о своем деле также вот например недавно был случай пришли пару подростков так постучали здравствуйте здравствуйте вот не нужно ли вам помыть окна вашем доме супруга сказала конечно давайте мойте как раз было начало лета окна были грязные после зимы в общем вот я смотрю там 1 1 1 подъехали достали аппарат помыли все окна за час очень хорошо сделали хорошую работу молодые ребята и заработали за час 180 долларов и в принципе вот нормальная такая схема я своему сыну горы смотрите люди зарабатывают грида да мы знаем об этой схеме на тик токи я тоже видел довольно распространено ну то есть молодежь такая довольно прогрессивная здесь в канаде они задумываются уже о будущем и как им заработать деньги все это очень актуально для них что касается недвижимости также отношения такое бережное скажем так канадская мечта это владение недвижимостью она до сих пор сохраняется я имею ввиду как мечта но реализовать эту мечту конечно становится довольно тяжело сложнее если вы следите за моим каналом вы знаете причины и вы знаете о жилищном кризисе который сейчас происходит в канаде именно поэтому многие канадцы сейчас откровенно критикуют нынешнее правительство просто потому что за 9 лет правления жилищный кризис дал о себе серьезно знает но отношение к недвижимости такое что все равно желание есть владеть а те люди которые владеют недвижимостью они довольно бережно ухаживают за ней я прогуливаюсь по районам города постоянно вижу что люди ухаживают за свои видны майпан постригают траву убирают снег вот если зимой например это постоянно уборка снега конечно еще та головная боль еще одна особенность канады но которая точно непривычно было мне и любому человеку который приезжает с постсоветского пространства будет непривычно это либерализм даже я бы так сказал вот при нынешнем правительстве ультра либерализм на эту тему я также делал отдельные ролики если вам интересно обязательно посмотрите друзья но если говорить о либерализме это очень заметно в больших городах канады например когда люди выходят на парады лгбт такие вот вещи они довольно привычные здесь канаде потому что каждый год эти парады проходят хотя вот последний год парад в торонто был прерван пропалестинскими демонстрантами которые там также находились неподалеку но вот каждый год это происходит и люди уже воспринимают это как должное ну и все что касается например там продажи марихуаны это вы знаете марихуана легализировано было в канаде можно приобрести купить курить в принципе везде вот такая вот либеральная политика государства она довольно непривычно и приезжая люди сюда удивляются и разводят руками очень часто я даже знаю людей которым это настолько мешает что они возвращаются к себе на родину друзья спасибо за внимание если вам было интересно поддержите канал лайками подпиской а если вас интересует недвижимость не агарском регионе и южном онтарио связывайтесь со мной напрямую